В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Гранты лучшим педагогам и одаренным детям отменили. С чем это связано? Армейский городок. В преддверии 23 февраля пионеры Сарова посетили воинскую часть. Танцевать легко. Саровчан приглашают принять участие в творческом проекте. Далее расскажем обо всем подробно. Депутаты продолжают обсуждать коммунальные платежи за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Народные избранники хотят обратиться в Совет муниципальных образований области, чтобы понять, как изменится тариф регионе при пересчете с квадратных метров на людей. Еще один вопрос повестки дня совместного заседания дунских комитетов касался отмены грантов педагогам и одаренным детям. Гранты лучшим педагогическим работникам, которые раз в год выплачивались представителям этой профессии за выдающиеся заслуги, отменили. Грантов одаренным детям также больше не будет. Это были публичные нормативные обязательства. Они шли по 10-му разделу и не относятся к вопросам местного значения. Поэтому данные гранты отменены. В разделе образования эти средства остались, но в форме гранта выплачиваться не могут. Поэтому формат поощрения лучших педагогов и одаренных детей изменили. Чтобы стимулировать лучших учеников и педагогов, выбраны другие формы. Так, 8 февраля в театре прошел вечер, на котором детям, достигшим определенных высот в спорте, искусстве и образовании, вручили ценные подарки. Педагогическим работникам будет тоже переведено в разряд мероприятий. Это проведение конкурса педагогического мастерства. Те же самые 7 грантов, которые у нас существовали и были разделены по департаментам. Они будут по форме, пока мы еще не думали. Планируется, что за победу в конкурсах будут вручать либо ценные призы, либо сертификаты на обучение. Этот вопрос обсудят с педагогической общественностью. Депутаты со своей стороны настаивают на большей информированности населения в таких вопросах. В таком роде вещах, наверное, стоит предварительно информировать общественность о том, что будут эти гранты отменены и так далее. Почему? Перед принятием такого рода решения. На ближайшем совместном комитете депутаты вернутся к обсуждению этого вопроса. Глава администрации и депутат областного ЗАГС Собрания проверили ход подготовки к выделению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Первой в очереди значится территория в районе улицы Западной. На строительство инфраструктуры в бюджете заложено около 15 миллионов рублей. Аналогичная территория на 72 участка находится на улице Нижегородской. Ее освоение намечено на ближайшие годы. 31 участок на улице Западной выделят многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство. До конца марта в администрации ожидают получение госэкспертизы на эти земли. Подготовительные работы к подведению электричества, газоводоснабжения и водоотведения намечены уже на этот год. Обустройство инфраструктуры пройдет на условиях софинансирования. 75% выделит областной бюджет, а 25% местный. Для понимания стоимость создания инфраструктуры для одного дома составляет 3,5 миллиона рублей. То есть в нашем городском бюджете будут заложены необходимые средства порядка 30 с небольшим миллионов рублей. Сейчас пока там, по-моему, 14,5 миллионов. Мы, соответственно, будем в рамках корректировки добавлять средства для того, чтобы можно было эту всю работу провести. При положительном решении всех подготовительных вопросов к строительству коммуникаций планируют приступить к началу июля. Скорее всего, для этого придется вырубить все сосны, которые растут на этом участке. У нас с вами в рамках этого проекта идет учет экологического ущерба и компенсационное зеленение по всем этим деревьям. Еще одна территория, выделенная многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство, находится на улице Нижегородской, напротив Яблоневого сада. Здесь находится лес, видите, более такой простой по сравнению с тем, что мы видели на первом участке. Тут много мелколесья, малоценных пород дерева, хотя и здесь тоже предусмотрены компенсационные меры. И, соответственно, в рамках этого проекта средства такие будут предусмотрены, и мы зеленим часть городской территории. На улице Нижегородской предусмотрено выделение 72 участков по 8 соток каждой. Кроме того, в начале этого участка будет предусмотрено место для строительства детского сада на более чем 70 детей. И в самом начале предусмотрено по запросу Русской православной церкви место под число у него. Сейчас в очереди на получение земельных участков находится 211 семей. Полностью закрыть их потребности в земле планируется при освоении участков 1А и 1Б. Клиническая больница номер 50 сообщает об изменении графика работы детского физиотерапевтического отделения. С 25 февраля лечение и прием врача-физиотерапевта будет проводиться по проспекту Октябрьскому, дом 6. Часы работы кабинетов с 8 утра до 6 вечера. Прием врача-физиотерапевта по расписанию. Другая важная информация в подборке коротких новостей. О том, как попасть на работу в полицию, расскажут по телефону. Горячая линия по вопросам трудоустройства в правоохранительные органы пройдет во вторник 26 февраля. Звонки будут принимать с 15 до 16 часов по телефону 8 831 268 74 84. Гражданам расскажут о том, какие вакансии сейчас есть в полиции Нижегородской области. Что требуется от кандидатов в стражи правопорядка. Какой пакет документов необходимо собрать и многом другом. Саров примет участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ» родителями. Мама и папа выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру сдачи госэкзамена от рамки металлодетектора до получения результатов. 26 февраля в Нижегородской области будут работать несколько десятков пунктов проведения экзаменов. В Сарове, как и в прошлом году, родители смогут сдать ЕГЭ в 13-й школе, начало в 10 часов. Центр социальной помощи семье и детям объявляет набор в весеннюю группу школу замещающих родителей. Обучение проводится в форме тренинга, а также включает тестирование, индивидуальные консультации и лекции специалистов. Все занятия проводятся бесплатно. Получить дополнительную информацию и записаться в учебную группу можно по телефону 757-22. Подержать в руках настоящее оружие. Собрать и разобрать автомат и забраться в бронетонспортер. В преддверии Дня защитника Отечества 180 пионеров из Союза детских организаций «Сияющие звезды» побывали в войсковой части номер 32-74. Там прошла ежегодная акция «Армейский городок». На празднике, посвященном 23 февраля, побывала наша съемочная группа. Это у них не повара, это боги. Так об армейских поварах отзываются будущие солдаты. В столовой ребят угостили гречневой кашей с тушенкой и сладким чаем. Оценить армейскую кухню смогли ученики школ города в рамках традиционного проекта «Армейский городок», который прошел в воинской части в преддверии Дня защитника Отечества. Во всей стране у нас в городе и вообще для школьников сейчас очень важно военно-патриотическое воспитание. Воспитание причастности ко всему тому, что происходит в стране и в мире. И такие экскурсии помогают ребятам увидеть службу военных, как вообще ребята живут, что происходит, чем они занимаются. Потому что армия – это все-таки довольно-таки закрытая такая структура, а у нас есть возможность сюда зайти. В Саровской дивизии ребята увидели приемы рукопашного боя, узнали, что нужно сделать, чтобы правильно обезвредить преступника и как действуют специальные подразделения при массовых беспорядках. Школьники собирали и разбирали оружие, пробовали себя в строевой подготовке и изнутри изучали боевую технику. Но больше всего ребят впечатлили кинологи, которые рассказали, в чем заключается работа служебных собак. Это вот что-то прям сказочное было. Если бы я как-нибудь дрессировала собаку, то я бы ее точно так, чтобы прям вот она, команда какие-то прям делала с первого раза. А тут прям собака с первого раза раз села, раз легла. В акции «Армейский городок» в этом году поучаствовало более 150 пионеров из Союза детских организаций «Сияющие звезды». Тем, кто будет отмечать праздник на боевом посту, ребята подарили открытки и плакаты, сделанные своими руками. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Карнавал для Золушки. В Нижнем Новгороде прошел 11-й российский конкурс детских театров моды и студии костюма. В фестивале приняли участие коллективы из разных областей и городов России. Саров на конкурсе представил коллектив детского театра «Мод Русь» – центровня школьной работы. Участники представили разработанные и сделанные своими руками модели. Второе место в номинации «Дебют» и повышение рейтинга в ассоциации «Золотая игла». Олеся Свотина представила на конкурсе комплект из коллекции «Лови волну». В этот раз девушка выступала в роли модели. Перед Олесей стояла задача войти в образ и за короткое время показать достоинство костюма. Во-первых, выступление должно быть динамично, но не должно быть скучно. За одну минуту можно как можно с разных ракурсов, как можно больше показать свой костюм. Комплект сшит из эластичной ткани полиэтилена. Для объема и фактуры прошит флисом. Главной убор достаточно громоздкий. Олеся призналась, что выступать в нем на подиуме было сложно. Очень, я бы сказала, сложно, потому что очень тяжело, жарко, душно. Но, думаю, это стоит этого, чтобы показать себя, показать работу. Олеся выступает не только в роли модели. Она сама создает и шьет комплекты одежды. Пальто из батика, украшенное вышитыми цветами – одна из последних индивидуальных работ. На последнем конкурсе весь коллектив детского театра моды отметили дипломом участника. Выступив на этом конкурсе, мы, конечно, не получили ни первого, ни второго, ни третьего места, но заработали тем самым баллы. И мы поднялись, соответственно, в списке ассоциации «Золотая игла», ну, может быть, чуть-чуть повыше. Но рейтинг наш, ну, как бы увеличивается, повышается. Сейчас все участники театра моды готовятся к очередному конкурсу и шьют новую коллекцию. Очень интересная коллекция, очень такая сногсшибательная, в таком стиле. Я бы даже сказала, что до этого Русь не делала, вот как бы в таком стиле. Детали новой коллекции мастерицы держат в секрете. Времени до конкурса остается совсем мало. В начале апреля девушки отправятся покорять своим творчеством столицу. Танцевать легко. Центр развития культуры и искусства приглашает граждан присоединиться к социальному проекту. Опытные педагоги помогут начинающим танцорам разучить с нуля обширную хореографическую программу. В роли наставников выступят преподаватели саровских студий ДЭКа, Аларде, Армир и Гелла. Хореографы обучат участников основам танцевальных направлений. Пары, показавшие лучшие результаты, получат призы и подарки от спонсоров проекта. Научиться историческим, бальным, народным и социальным танцам стало намного проще. 1 марта на базе Дома молодежи стартует марафон «Танцевать легко». Этот уникальный проект для саровчан подготовили руководители танцевальных коллективов города. Нашей целью является пропаганда танцевальных парных направлений среди населения города Сарова, а также приобщение населения к такому веселому и полезному досугу, как танец. Принять участие в марафоне смогут саровчане любого возраста, независимо от танцевального опыта. На первое организационное собрание в Дом молодежи организаторы приглашают прийти всех желающих. Если вдруг участники приходят без пары, мы постараемся из таких одиноких людей сделать пары на первом организационном занятии. Будем надеяться, что всем хватит партнеров, потому что, как правило, девушек приходит всегда больше, чем молодых людей. В течение семи недель парам предстоит выучить четыре различных танца. Одним из самых ярких и эмоциональных станет кадриль. Очень интересный танец, на мой взгляд, и очень несложный, очень веселый, с настроением, позволяет взаимодействовать с людям друг с другом, танцуется в парах. Мне он нравится, я думаю, он понравится нашим участникам. Итоги танцевального марафона проведут 20 апреля в Доме молодежи. Профессиональное жюри присудит звание короля и королевы бала, а также выберет самый оригинальный костюм. Главным призом станет туристическая поездка в город Казань. Кроме того, среди конкурсантов будут разыгрываться призы и подарки от спонсоров. Более подробную информацию о марафоне можно узнать в социальной сети ВКонтакте «Танцевать легко» или позвонив по телефону 53210. Воспитанники отделения плавания детской юношеской спортивной школы ГАРП поборолись за победу на ежегодных соревнованиях, посвященных самому мужественному празднику – Дню Защитника Отечества. На старт состязаний вышли мальчики и юноши, которые проплыли дистанции брасом, кролем, бутерфляем и комплексным стилем. Подробнее о соревнованиях расскажем в следующем репортаже. Профессионально плаванием Артем Мартынов занимается три года. За это время его имя не раз попадало в списки призеров и победителей городских соревнований. На состязаниях, посвященных Дню Защитника Отечества, спортсмен решил подтвердить статус чемпиона. Я тренировался много, чтобы были какие-то результаты. Нужно просто стараться, прикладываясь к этому усилию. Соревнования, посвященные 23 февраля, в бассейне «Дельфин» проходят традиционно. В этом году их регламент изменился. И теперь за победы в состязаниях могут бороться только мальчики и юноши. По мнению организаторов, это позволило ребятам еще больше почувствовать вкус соперничества. Это популяризация плавания в городе и необходимость выполнения и подтверждения разрядных норм, требований, нормативов. Эти соревнования нам позволяют подтвердить нормативы, присвоить их. На старт соревнований вышли и самые юные пловцы. Начинающие спортсмены были очень собраны и внимательно слушали наставления тренеров. Им, как и взрослым пловцам, предстояло преодолеть несколько дистанций к ролям, брасам, баттерфляям и комплексным стилям. Самое сложное – это будет брас и комплекс, но я с этим справился. По итогам состязаний победителям вручили дипломы и памятные подарки. В начале весны в бассейне «Дельфин» пройдут соревнования, посвященные 8 марта. Ирина Вышигородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Следите за новостями города на нашем канале в Ютубе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте srov24.ru. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!